Важна каждая мелочь и каждая деталь, потому что успех продаж, успех и продвижение объектов это не какая-то вспышка, просто гениальная идея или чудо. Это достаточно системная работа, в которой предусмотрена не только работа системы в моменте, но в которой предусмотрено обновление этой системы, потому что рынок недвижимости очень динамичный, он постоянно меняется, постоянно формируются новые тренды под влиянием как потребителей, так и каких-то новейших разработок, технологий и так далее. Поэтому все это в целом дает общий эффект на то, что коммерческий директор, он должен быть, в общем, таким... Есть похожее слово, наверное, похожее чем-то... Профессия — это продюсер. Вот как в кинематографе есть человек, который стоит за всем тем, что в итоге становится успешным кино, да, как бы это начиная там от подбора актеров, выбора режиссера, сценариста, поиск денег на все это, выстраивание самой системы, там, кинопроизводство. Вот это работа коммерческого директора. Это совсем не обязательно, на мой взгляд, потому что продажник — это человек, который занимается какой-то, какой-то конкретной специализацией, да, точно так же, как, например, там, рекламщик или еще кто-то. А позиция коммерческого директора — это прежде всего позиция управленца. Это может быть человек, который вообще придет из другой сферы, разберется в том, как продажа работает, и правильно это отстроит. Вот. И хорошо, если этот управленец не является кризисным менеджером. Потому что порой компании за счет того, что в девелопменте инертность достаточно высокая, вот то, что я проговариваю про новые тренды и про все остальное, к сожалению, не так быстро все реагируют. И иногда ситуация заходит для компаний в такое состояние, когда уже нужно принимать какие-то острые решения для того, чтобы продажи сдвинуть. В девелоперском бизнесе эта позиция не является ключевой. Значит, это позиция, там, вторая, третья. То есть это, безусловно, очень важная роль. Но если не будет стройки, если не будет денег на стройку, если не будет понятных финансовых инструментов для того, чтобы покупатель мог приобретать квартиры, вот, если не будет, ну, как бы, компании с ее репутацией, то за что отвечает, там, вообще все в целом отвечает генеральный директор, то, соответственно, там, один коммерческий директор, он не справится. Вот, поэтому коммерческий директор, он тоже является, он должен отвечать за свои процессы, безусловно, но также он должен отвечать за слаженную работу в команде с другими топ-менеджерами, которые двигают девелоперский бизнес. Для крупной девелоперской компании позиция коммерческого директора, а я руковожу реализацией в четырех регионах, и застройщик входит в двадцатку крупнейших в России. Ну, объективно говоря, это уже достаточно. Вот. С точки зрения, там, освоения каких-то новых направлений, я об этом пока не думал. Вот. И я думаю о том, чтобы решать те задачи, которые перед компанией стоят сегодня. Они достаточно амбициозные, и там больше, чем... Больше, чем можно себе придумать количество вызовов, чтобы еще брать на себя какие-то дополнительные вершины. На поверхности пример, это та же самая реклама. Если мы с вами возьмем 15-20 лет назад, когда рынок начинался, недвижимость, основным каналом какой был, печатные СМИ, потом пошел упор на наружку, потом подключили радио, соответственно, когда появился интернет, когда появились целевые обращения, когда стало понятно, что можно напрямую таргетировать на покупателя рекламу, все бюджеты ушли туда. То есть, соответственно, сейчас развивается очень активно мобильный интернет, развиваются другие разные формы. И, ну, это неизбежно, это как раз вот те технологии, которые меняют. Потом меняется потребитель. Вот. Вчера он, соответственно, бежал, покупал все подряд, пока цены не повысились. Сегодня человек может выбор осуществлять в течение, там, полугода-года, отсматривая проекты. Он приходит покупать с юристом, со своими строителями. И, соответственно, это совсем другой уже подход к этому потребителю нужен. Плюс появляется достаточно большое количество сервисов, и каждый из девелоперов пытается предугадать, в какую сторону дальше пойти с точки зрения запроса потребителя, для того, чтобы сделать продукт более привлекательным. Это невозможно, на мой взгляд. Потому что это в любом случае эмоциональная покупка. Это раз. Два. Человек, который продает недвижимость, это специалист, который обладает определенными знаниями, и который является профессионалом. То есть это настоящая большая профессия, в которой можно расти и развиваться, достигать успеха. И без участия этих людей продавать невозможно. Какая это может быть форма? То есть сама по себе цифровизация – это машина. То есть в любом случае необходимо участие здесь людей. Будет это называться агентством, или это будет называться отделом продаж, или это еще что-то будет. Это уже, так сказать, зависит от тех людей, которые непосредственно будут эту историю двигать. Человеческому мозгу нужно постоянно обновляться и получать возможность взглянуть на реальность с какой-то другой немножко позиции. Потому что любой устаканившийся какой-то взгляд – это уже, считайте, поражение в ближайшем будущем. Как это сказал Греф про IT-направление Сбербанка, что в какой-то момент мы поняли, мы очень долго делали там некий IT-продукт, но мы поняли, что мы потратили кучу ресурсов на это, кучу времени, а к тому моменту, как он вышел, он уже устарел. То есть нужно понимать всегда, особенно когда ты берешься за какие-то вот эти вот новаторства, что у тебя есть определенный временной ресурс, у тебя есть определенные задачи сейчас в моменте времени, на которых ты должен быть сосредоточен. И если что-то тебе помогает их решать, если тебе что-то действительно привносит какую-то новую струю, новый взгляд, тогда да. Если это вот создание какой-то химеры, которая к моменту ее выхода в производство уже устаревает, то, наверное, нужно там 10 раз подумать об этом. Это очень часто проблема, когда компании начинают менять СРМ-системы, и говорят, у нас настолько она плохая, потом год проходит с мегазатратами на внедрение новой СРМ-системы, и оказывается, что эта СРМ-система ничуть не лучше на момент выхода. Словосочетание начинающий коммерческий директор немножко пугает. Достаточно редко встречающаяся особь. Но если человек видит себя вот в этом направлении, хочет туда двигаться, то прежде всего, наверное, я посоветую оба слушать людей. Правильно выстраивать коммуникацию, определять правильных людей на правильное место. И, соответственно, руководителей, акционеров, их тоже надо уметь слушать. И тоже надо уметь с ними выстраивать диалог, потому что своя позиция, она очень важна. Иногда могут поставить нереальные планы, могут поставить нереальные условия, и радостно со всем этим согласишься, а потом приходится за это отвечать.